Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края Второй джазовый фестиваль Чита-джаз начался с приезда музыкальных коллективов из Лануды, Москвы и Иркутска на перрон Забайкальской малой железной дороги После приветственных слов музыканты сели в ретроавтомобили и проехали по главным улицам Читы до площади имени Ленина где состоялось официальное открытие фестиваля Здесь же на этой площадке было обещано что учитывая то, что наш город является родиной одного из самых знаменитых джазовых музыкантов Олега Лунстрыма И через два года мы будем отмечать его 100-летие со дня рождения Этот фестиваль у нас в городе будет постоянным Фестиваль открыть! Аплодисменты, дамы и господа! Общение среди музыкантов развивает как-то Слушаешь, анализируешь, смотришь, интересуешься Это общение, дети слушают, им тоже интересно Потому что когда в таком атмосфере пообщается ребенок и посмотрит, он естественно У него какой-то появляется стимул Он работает дальше с большим интересом Поэтому я думаю, такое мероприятие очень хорошее дело Знаменательным событием первого дня фестиваля Стало выступление Государственного камерного оркестра джазовой музыки имени Олега Лунстрыма Оркестр имеет уникальную историю А для нашего Забайкаля он очень значим Ведь его основателем является Олег Лунстрым Который родился в Чите в 1916 году После тысячи километров гастрольных туров по всему миру Спустя 80 лет оркестр наконец смог посетить родину своего основателя Второй день прошел также зажигательно Яркое выступление московского трио Light Music И других джазовых коллективов Награждение участников Это счастье и для вас, и для вашего руководства, и для нас, артистов, сюда счастье приезжать Американка Мишель Окер в Чите впервые С ее слов, наш город очень красивый И здесь живут потрясающие люди Для нее же джаз – это жизнь Для меня джаз – вся жизнь Я, как и большинство джаз-музыкантов, не представляю свою жизнь без джаза И для большинства джаз-музыкантов, нет жизни без музыки Музыка Я изучала не только музыку, но успела получить образование математика, статистика и экономиста. Но музыка для меня всегда значила многое. В нее я влюбилась еще в детстве. Я думаю, именно тогда я многое поняла и в джазе. Когда я повзрослела, джаз стал для меня уже чем-то серьезным. Он наполняет мою душу, поэтому я люблю его. Джаз она играет в первую очередь для себя, а потом для всех остальных. Мишель Орке очень надеется, что ее музыка приносит зрителям турковое удовольствие. Фестиваль Чита Джаз совсем молодой, но хотелось, чтобы он все-таки смог стать нашей визитной карточкой и продолжил дарить нам встречи со столь талантливыми коллективами. Анастасия Дремова, Ирина Халецкая, Анна Хвостова, специально для Забинфору.